Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире на Саверарена Ти Ви. Ну что ж, в студии ЛКИ нахожусь я, Тафа, и со мной по скайпу никто иной, как Ламыч. Ламабот, привет, Серёж. Ну что, давай, вот я даже не знаю, с чего начать разговор. Давай вот начнём, наверное, с ножевого раунда между Кирченет и Эксплоузи. Сейчас посмотрим тут, кто кого порежет. У нас очень много сегодня информации, всяких трансферов, взамен и куча-куча всего интересного. Вот ты, наверное, нам для начала расскажешь о команде Pro100, вот и как там твои условия в команде, и в принципе, вообще, что в Pro100 сейчас происходит? В Pro100? Ну, как бы ребята попросили меня доиграть за них лигу, и почему бы не помочь. Ну и плюс SuperCube, да, еще? И SuperCube и ЛКИ, да, ну, в ЛКИ есть шанс выйти, поэтому почему бы и нет. Вот, и поэтому поиграю за Pro100, но вообще ребята не тренируются, и никто, кроме Зузу, в кэст не играет. Ну, я про это, в принципе, так и догадывался, и говорил, что только к Зузу один серьёзно относится. Ну что ж, Explosive начинают в защите, Керчнет в атаке, вот твоя бывшая команда, вот что пишут, паузей был, постреляли друг друга после рестарта, ну, сейчас дождём. Как вот ты прокомментируешь Клер в команде? Это, вот, будет он ли до конца, либо это временно сейчас парни пробуют его пятым? Ну, я не знаю даже, это и дело. Как бы, вообще, игрок хороший. Ну, в первую очередь, это хорошее АВП, наверное, так можно сказать. Ну, хорошее АВП, да. Ну, это важно, как бы, награть человека не так уж сложно, но нужно сделать просто очень много работы. То есть, если я сильна, то будет всё нормально. Так, ну и вот кто может быть капитаном в таком сейчас составе? Ну, Старикс или Сеня? Старикс, я думаю. Либо Старикс, либо Сеня. Очень интересная ситуация. Так, ну что ж, давай, наверное, представим составы команд. Команда Керчнет, Кучер, Севастополь, Крафтик, Киев, Клер, Львов, Сеня, Львов и Старикс, Киев. Такой состав, нынешний состав команды Керчнет, вот бывшая команда Ламыча. И команда Эксплозив, Уха, Сайленс, Хуля, Ромчик и Хомяк, да, по идее, пятый в этом составе? Хомяк, да. Тут всё без изменений. Ну, опять же, парни тут не так много играют, по крайней мере, вот Уха, я думаю. Ну что, они Миксы играют по вечерам? Да, Миксы играют, но, опять же, команды, вот они, наверное, только на турнире больше выступают. Ну да, старые. Старые, опытные, Эксплозив. Ну что ж, посмотрим, что это у нас, боевой рестарр, да? Да. Интересно, что там успели подготовить и обговорить Керчнет? Керчнет, ничего не успели нового обговорить, но раунд, раунд сильный. Пять улицы? Да. А что будет дальше? Пройдут в окна, наверное, минус. Ну вот сразу же минус Хомяк. Я лучше не буду говорить, что будет дальше, потому что не будет интересно. Взрывают в девятке Ромчика, пропрыгнул у нас ХЛТВ и посмотрел просто всё. Один минус сделал ухо в этом раунде. Ну вот так вот. Хулиган ещё убил одного. Ну как бы Эксплозив, если бы хотели играть, то они бы посмотрели хоть одну демку, я думаю. Поэтому я могу точно сказать, что команда играет for fun. Так, ну вот смотрим. Два респа было у Старик с Эклерой, то есть они через сколько раунд? Через два раунда повторятся, да, вот на оружии уже. Через один. А, через один, да, даже через один. Будет респы. Постреляли в будки на Б, ну тут такие Эко сейчас произойдут. Так. Как бы я не думаю, что это будет сложная игра. Вот. Так, я ещё много чего хотел тебя спросить. Вот по поводу... Вот сегодня Ксенетрон играл за Force. Вот как тебе вот такое вот положение дел? Ну как бы, я думаю, что это тест. Ну я тоже так подозреваю. Ну а вообще, вот как твое вот мнение? Ну я думаю, что Ксенетрон может быть как и я, но он уже своё отыграл. То есть я не знаю, есть ли у него желание играть. Если есть, то это абсолютно адекватно и нормально, это сильный русский игрок. Если желания играть нет и тренироваться и упорно работать, то без этого ничего никогда не бывает. Поэтому я не знаю, как у них там получится. Если я не буду тренироваться, и он будет тренироваться и играть серьёзно, то будет всё хорошо. А если не будет, то он там не останется просто. Так. Я слышу тебя на фоне... Ну ты уже говорили с Ламочем по этому поводу. Он говорит, что у него играют АГ рядом в клубе. У меня тут много команд просто. Тут играют всякие кубки интернет, гейминг играют, все играют. Вот. Ну и плюс 22.00. Мы увидим по GTM плюс 2. А гейминг в матче против Файландерс... Ой, как Старикс кинул гранату только что в будке. Прям под себя. Ну это ничего страшного. Да, здесь ещё один эко. Так, а по поводу вот матча нынешнего, который проходит, Керочнойт Эксплоузив. Смогут ли старики, смогут ли старики потащить? Нет. Тут без шансов, да? Ну как бы стрельба просто. Тут, вот Старикс прострелил чувака очень сильно в девятку, там, в голову прикольно с крыши. Я тут просто по стрельбе ничего не получится, я так думаю. Даже если Керочнойт ничего не натренировали, то они просто будут бегать и убивать в голову. Конечно, это Counter-Strike, и тут разное бывает. Мы видели на лан-финале ЛК игру ДТС Эксплоузив, но я не думаю, что тут будут какие-то сюрпризы в этой игре. Да, ну, здесь просто Эклер хочет себя проявить в этом матче. Ну да, и команда будет как-то там стараться, ну как-то не расслабленно, по крайней мере, играть. Ну да, но команда, когда в команде происходит замена, она вообще всегда старается. Да, вот в любом случае, ну как-то вот в голове, да, не знаю, какой-то импульс, сигнал, что оп, новый игрок, надо играть нормально там. Аркада в дверь. Дверь закреплена. Привая аркада в дверь, но ничего. Один крафтик на точке оказался, где крафт? Да, нет, в будке не вышел он дальше. Ну там Греной закрыли дверь, точнее, закрыли они сами ее, но Греной залетела прямо в дверь, и троих челов очень сильно покоцало. 55, 34 и 49. Такая ситуация. Ну вот тут Ромчик отдался. Да, вот уже Айсеню убивают, пытался он вылезти сейчас в окно, прошивает крафтик. Ну на самом деле хп достаточно, я бы так сказал. Вот они поняли, что А отдали и вышли просто на... Ну там хуля в канале, вот уже готов вылезти, поднимается хуля, крафтик минусует ухо. Ой, хулю просто прошивают там в канале, дуло торчало, видимо. Нет. Ну видишь, все красные, но Эксплозив как бы ничего не могут сейчас сделать. Ничего не сделали, да, нужно было хотя бы контролить как-то, хотя бы там с девятки. На самом деле, конечно, все мастера говорят, надо было, что маем, а то маем. Да. Вот предыдущий матч, кстати, в котором ты играл, против Айлендерса было очень много раундов. Там когда Айлендерс брали 2 в 3, там 8 и 9 хп, там тоже казалось бы, вот. Надо было по-другому сыграть, но все равно. Вот очень много моментов, конечно. В предыдущем матче Айлендерс себя очень хорошо показали. Ну для них это еще как бы... Они борются там еще. Ну да. Команды тренируются. И вот я еще вот только что анализировал опять же всю ситуацию, вот в ситуации на постсоветском пространстве. Получается так, что у Айлендерс и Ка-23 самые древние составы из топовых команд. Хотя Хома пришел в команду недели 3 назад всего лишь. Да. Но у ДТС была замена, еще позже у Фор замена, у Виртус Про замена, у Керченет замена. Что еще могу сказать? Ну, одна замена как бы немного и решает на самом деле. Ну, вот честно не знаю. Вот допустим, если говорить о команде Керченет, которая сейчас аркадит точку B, вот, наверное, вот без тебя все равно будет, ну, как бы сложновато. Ну, будет вначале сложновато, я так подкорректирую. Как оно будет, непонятно, но вначале будет сложновато. Давай досмотрим раунд. Ситуация 2 на 2. Плант подбирает Кучер. Там Хомяк в дыму. Ай, зачем он пошел в дым? Ну, все правильно. Они не знают, что второй в длинном. Да, глуповато немножечко. Да, и второй получил просто в дым. 5-0. 5-0 в пользу Керченет. У меня такое ощущение, что сейчас Эксплозив ни раунда не возьмет. Вот они снова. Респы. Давай посмотрим, будет ли использовать. Ну, будут, конечно, но Эксплозив Айка как бы. Ага, после, после. Вот как раз еще. Нет, еще не скупаются нормально. Старик, дверь. Клер под Б, Кучер смотрит. Нет, это такой вот медленный дефолт сейчас. Убивают Клера, кстати. Хуля поджал, дал минус и прошивает. Хуля пока играет очень лучше всех, скажем так. Да, Ромчик 0.5 пока рулонит. Ну, даже не по статам, а он уже третий раз дает первый минус. Второй раз. Кучер Хамяка убивает со скалы. Такая какая-то вязкая игра сейчас от Керченет. Неудобная для Экспов. Так, Кучер, скала. Раскидывает Сеня дверь. Флэш на плант выходит. Минус Ромчик на канале. Заходит на плант. Минус в ухо в планте. Его Сеня флэшил. Ставит Сеня плант. Все, тут с улицы зашли. У Крафтика вот 1,9. Но ухо, и он еще ставит жесткий хэдшот Сайлансу. Хуля. Да. Хуля сейф. Хуля. А, кстати, вот еще что хотел узнать, я не знаю, поговорить вообще. По поводу ВЦЖ в России и Украине. Вот что ты слышал по поводу этой информации? Будет ли? Нет, потому что... В России там как-то еще борются по этому поводу. Что будет или не будет у нас, я не знаю. У нас, по идее, в это время уже первые квалификации, по идее, шли. Да. Ну, пока видишь, как-то тихо. Никто ничего не говорит. На самом деле, если бы об этом кто-то хотел узнать, нужно было бы написать официальное письмо в Самсунг уже давным-давно. Заинтересованным лицам. Будет ли вообще квалификация в Украине? Собираются ли что-нибудь анонсировать? Пытаюсь тогда я завтра что-нибудь узнать. Но все же как-то так, как понял, наверное-таки необычно. Вот как-то лето. Обычно у нас какие-то турниры, подготовки к ВЦЖ. Вот много там... Все-таки вот ВЦЖ очень много принес в киберспорт в постсоветском пространстве, в России, в Украине. И тут бац, лето и нету. Да, и причем нету ни СВЦ, ни ВЦГ. Да-да-да. И еще и там три турнира крупных, и все в один день. Это вообще тоже. Американская лига ЦЕВО, Геймгюн, Естарс Сеул. А я вот смотрел Естарс Сеул, только что, точнее, не я смотрел, а парни смотрели. Так, у нас пауза, видимо, кого-то выкинуло. А, нет, все, отжали. Так там вообще стоят карты Ацтек и Кобал. На Естарс Сеул. Нет, ну я думаю, что это... Это или опечатка, или действительно решили оторвать? Я думаю, что это просто недочеты, что все знают, какие карты играются. Ну, может быть, все-таки жесткие корейцы решили оторваться. Может быть. Нет, очень приятно, на самом деле, что на Естарс будет играть команда К-23. А, да, К-23-то, конечно, приятно. Будет за кого поболеть, по крайней мере. Да. Мы, конечно, должны болеть за Европу территориально, но надо болеть за братьев. Но в любом случае, мы будем болеть за К-23. Хотя вот в наших комментариях ухо вот... Не знаю, что ему сделало, сделали К-23, но что-то он не любит. Докомментируют. На самом деле, ребята очень сильно стараются. Да, вот в этом, в этом-то я делал. За ними приятно смотреть. Да, и, кстати, в самом конце ухо сам сказал, что все, собирая свои слова назад, парни. Стараются, есть результат. Будем болеть по-любому за К-23. Да. Так, 7-0 в пользу Киричины. Тут мы даже немного сейчас с Ламочем отошли от игры, потому что здесь вот просто, ну, никак не могут сопротивляться эксплоузив, что они потерялись на Респе, вот какие-то дропы. Опять скупаются, они решают скупаться каждый раунд уже. Ухо выкинуло там просто. Да, я просто очень хотел. Фристайм 12 просит ухо. Вот мне вот в это... Да, уже вышли на это время. Я просто хотел посмотреть Клера в этой игре, потому что мы вот из-за этого даже не стали смотреть, допустим, матчи с Калейд Форс, чтобы глянуть на первый матч Клера, как он себя проявит, кстати, а как он там себя проявляет. 7-3, ну, нормально. Старикс вообще еще ни разу не умер. Ну, это как бы не тот матч, где нужно себя проявлять. Да, тут что-то... Смотри, что делает старик бешеный. Бах, что-то нет, больше нет. 8-0 в пользу Керченет. Наконец-то они купили кольты. Все, наверное. Клер, Клер. Так, я вот буду включать Клера и смотреть за ним потихонечку. Да, я тоже за ним хочу посмотреть. Старикс уже минус. Клер флешбудка умирает от Ромчика. Слушай, Ромчик поджал, да. Ромчик поджал, ухо сидит на трубе, очень интересно. Не убил. Не убил. И идет дальше, давит, посмотри. Вышел, увидел игрока и получил Старикс. Старикс. Ухо решил биноклем воспользоваться и посмотреть на Старикса. Как там у него дела вообще? Ну там Старикс просто не дал шансов, просто наказал. Вот то, о чем я говорил. Хуля. Видишь? Парень грамотно играет. Да, Хуля очень неплохо играет. Посмотри, у него 7 фрагов. 2-2-2-1 у Эксплозив сейчас. Тут Ромчик еще тоже в такой позиции. Я думаю, что это первый раунд за Эксплозив. Они его проверят как бы. Не проверили. Ромчик не убил. А, он слепой. Он слепой. Ой-ой-ой. Тараса 15. Ну вот Хуля снова. Еще дал минус. И еще прострелил. Вот так вот. Жесткий. Да. 8-1. Игрок раундер. Так. Ну то есть, либо так прет прям на расклады, но вообще поджимает он всегда тогда, когда надо. Вот он словил всех парней. Так, Сереж, еще у тебя хотелось спросить. Вот твои прогнозы на матче о Gaming Calenders. А Gaming без шансов. Выиграли? А нет. Подожди, какая карта? Ой, сейчас не могу глянуть. Ну я, давай я гляну. Да, да, глянь на сайте, какая карта. Вот это самый сегодня интересный матч сегодняшнего вечера. 22.00, напоминаю всем, по GTM Plus 2 у нас будет матч А Gaming против Islander. Советую всем собраться на эту игру и посмотреть. Будут там в любом случае сюрпризы. Карта Dead Rain. Dead Rain. Ну весьма интересно, как бы, а Gaming. Я не знаю, что они успеют наиграть сейчас до 9 вечера, но что-то успеют, я так думал. Вот. Так, Керчнет выходит на рампу. Там пока что игрок. Лучший игрок защиты. Хуля дал минус и... Ну хоть минус дал. Но боролся отчаянно, конечно. Да, боролся до конца, но Керчнет выходит на АБ. Вот как будут... Ухо, посмотри, уже в спину давит наш фристайм. 12. Ой, вот они двое спиной. Ухо, старикан, как сыграл-то. Минус 2 и Плантищева сейчас должен минуснуть. Минус 3 от уха. Бешеный старик. Да, деброрывается. Бешеный старик просто. 8-2. Второй раунд берут Explosive. Карта Dead Reign. Я уже договорил, да. Да, ну я даже не знаю. Там жесткие... На самом деле, да. Islanders просто такая команда, с которой... Неудобно играть. Вообще любую карту, по-моему, с ними неудобно играть. Любую карту неудобно играть. То есть это такие ребята, которые ползают, которые уже очень много играли все. И которые вот просто на скилле как-то могут взять, да и выиграть. И ты ничего не понимаешь вообще, что происходит. Да, ты не знаешь чего ожидать от Аундерса. Они могут долго играть. Они могут моментально поджать неожиданно. Ну вот... Жесткая будет игра. Ну вот сейчас продолжаем смотреть за... Ну вот... За Клером. Я включил Хулю. Хуля снова уже стоит в радио. Его контролят как бы, но... Но может поймать момент опять же. Чек под флешку. Я думаю, что его убьющийся. Да. Клер убивает его. Пытался отвернуться. Ахуля. Ну тут сразу же вышел Клер. Ставит хэдшот. Раскидка Абея. Выходит. Ой, Клер еще убивает с хелпы Саши Сайланса. И в принципе все. 5 на 2. Здесь уже судьба... 2 на 2 красных. Мы же сегодня с Мишей взяли раунд. 5 на 2 видел? Да, да, да. А, нет. Все, они в девятке уже. Этот раунд уже... Кстати, концовку вашего раунда тоже пропрыгнуло ХЛТВ. Вот в ситуации 2 на 2. Сеня. Ну тут уже все. Ромчик остается один на точке. Бопроси Агейминг не орать там, а? Это не Агейминг. Я бы с удовольствием попросил Агейминг не орать. Но у меня тут еще 3 команды сидит. Все, Клер делает третий минус раунда. Ну, наверное, раунд за Клером. Минус 3 от него мы сейчас увидели. На самом деле я знаю. Я просто могу выключать микрофон, когда не говорю. И все будет нормально. Ну что, вот сейчас есть РСП. Снова Клер со Стариксом. Давай посмотрим, будет ли... А что там у Эксплозив? А, там Эко, Тридигла, как минимум, я вижу. Как бы тут РСП, и тут ничего особенного не будет. Как бы тут просто возьмется раунд. Аркада Б, посмотри, просто Аркада Б сейчас идет. Старик ставит хедшот, снимает хелпу. Клер, Кучер, все. 10-2. Это просто жестко. Клер еще минусует. И Ромчик. Сейчас еще одного убьет. Может. Это же не может. Ромчик с Калашом. Ну, наверное, не засейвит. Все-таки его должны загнать сейчас. Хотя бы... Ну, вот его убьет Тарас. Делает такую ставку. У Клера один, у Сени семь. Вот Клер, если поднимется, его сейчас накажут. Да, Тарас уже идет. Нет, Клер не поднимается. Вот что самое интересное, что Ромчик не топнул ни разу. И вот поэтому он засейвил это оружие. Да. Его не услышали. На шифтах ушел через пристройку, за ангар. И счет матча становится 10-2 в пользу команды Керченет. Три раунда атаки, ну, за атаку еще. Ну, я думал, вот не знаю, честно, вот мне казалось, что экспы там, ну, вот сейчас что-то навяжут. Все-таки новый игрок у Керченет. Но вот карта нюк, вижу, что не идет. У экспов никак не идет игра. Не идет. Саша Сайленс просто поменял ник себе. Он уже не Донгаз. 1-9 по фрагам. Донгаз остался только ухо. Большие. Блёбра на рассветку. Ну, вот поджали улицу там. Да, 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 вижу хомяка. Клер интересно проверит. Проверил под скалой, за красным не проверял еще. Вот сейчас, ой, не проверил, вот и получил. Вот и получил. И кучера снял газ. Там помогли ему, да. И при этом на рампах несколько. Вот все, он один уже остался. Все, они убил хомячка. Тарас. Он тут сейчас будет врыв. Да, я вижу, готовится под флешку, врываться через девятку. Флеш. Первый пошел, спиной влетал. Ой, я аж выше улетел. Ну, как-то по одному. Вот почему вышли по одному, не знаю. Икспы. Видимо, там флеш встречная пошла. Вот еще двое в девятке. Ромчик сайленс минусует. И Сеня один в два. Сколько у него? Один хп. Один хп у Сени. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут пуля в будку. В нужное место. Дефьюз пошел. А, грамотно. Сящик, и все. На опыте. Саша сайленс. Как бы, я не думаю, что это просто все проблемно, но хорошо, что стараются. Да? Хорошо, что играют. Это как бы лиге придает колорита. Потому что некоторые средние командочки, которые еще играют из регионов, они могут поиграть с живыми легендами. С еще живыми легендами. Нет, имеется в виду, что скоро не будет возможно такой возможности, как поиграть с этими ребятами. Ты поймешь в виду сайленс? Ну, вообще ухо. Сайленс и хуля. Все они уже как бы давно забившие игроки. И был бы я молод, мне бы было интересно поиграть против тех людей, которые когда-то выигрывали все. Да. Ну, у Кирсина сейчас, наверное, другие задачи. Вот, кстати, наверное, команда DTS. Но DTS, наверное, единственная команда, за которой мы будем следить летом. Потому что вот я не знаю, кто еще. Возможно, там, о гейминге еще куда-то поедут. Но вот знаю, что DTS собираются посетить Game Gun и Dreamhack. Да, я бы с удовольствием поболел за команду DTS. Этим мы будем заниматься. Да, этим будем и заниматься. Кстати, а что можешь сказать по поводу вот этого нового стиля от DTS? Не знаю, вот, насколько он новый. Ну, вот, по крайней мере, я заметил, что они стали очень аркадно играть. Ну, я не знаю, как бы. Слушай, очень аркадно. Особо. Да, да, да. Ты же как раз играл тогда полуфинал в это время, а потом Майзе третье место. Как раз на полуфиналах Asus Cup'а команда вот, там, что-то, я не знаю, щелк. И каждый раунд начинается аркада, аркада. Со старта аркада, аркада, аркада. Как мне говорил Кирилл? А, Ангел, да? Да, что у них просто не было особых там раундов. На этой карте они не успели ее разобрать. Вот, и на арбалете ее хотели черкать. И поэтому они как бы играли как могли. И пошло. Ты за трейн, говоришь? Да, это вот на трейн. Ну, там, просто там пошло дальше Инферно, там то же самое, потом другие карты, то же самое. И вот, не знаю, может быть они для себя новый стиль нашли без башены какой-то? Ну, на территории СНГ, если команда чувствует друг друга, если игроки друг друга чувствуют, то так можно играть. Ну, я не знаю, вот точно так же ДТС чувствовали фнатиков на Инферно в атаке, но потом, правда, после смены сторон там, конечно, другая история пошла. Так, у нас 10-5, тем временем, вот пока мы с тобой заговорились, пятый раунд как-то смогли взять парни из Explosive, гоу-гоу-гоу, пишут, ждем рестартов. Я не буду говорить, что ДТС плохо играет, но все же, как бы, команда Grand, играя иногда первую карту, ну, может быть, не так сильно настроена, скажем так. Все это знают. Это знают о ДТС, и я, и о гейминге, все знают. Некоторые команды могут вот отыграть первую карту, вот, максимально, а некоторые нет. Может быть, Фнатик тоже такая команда просто. Но, вообще-то, ДТС красиво играли. На Кот-5 мне понравилось. Да, ну, теперь только за них-то, наверное, стоит болеть, потому что не знаю, какие команды еще. Казака, да, да, Ква-23 на Истарс Юлс, на Сеуле у нас будет. Использов, вытворяют вообще страшные вещи. Там, Бэ, посмотри, старое ухо заскочил. Старикс уже убежал, а где же ухо? Ухо уже умер на Б, сам ворвался, что-то там попытался намудрить и получил хэдшот. И следующий за ним хомяк погибает, здесь ромчик теперь с двумя постреляется. Они, вот, наверное, у них какой-то спор, кто убьет двоих на Б. Да. Клер уже дал минус, все, и Хулия остается один. Вот Хулия дал фраг, и сейчас его тут с трех сторон просто порвали. 11-5 счет матча, но здесь, конечно, да. По одному, на самом деле, всего был один чел в трубе, который, в принципе, не может убить много. И в стеклах Старикс. Да, и в окне. Нужно было просто сыграть вместе, и все. Старики уже не те. Да, старики уже не те, но за ними приятно смотреть. Да, ну, нет, ну вот если, вот честно, вот, у меня такое мнение, просто если стариков вот посадить и просто поставить им цель, дать им денег, они могут просто ветер создать, по-моему. Старики могут создать, но ветер, это ж временно. Ветер подул и перестал дуть. Ну, я вот честно не знаю, если дать зарплату пацанам... Ух, Сеня. Ух, Сеня, да, то там опыта настолько много, что... Хотя, на самом деле, я тебе скажу, немножко не так. Многое пропущено просто в последнее время. Многое пропущено, да. И старики, как бы, они уже не смогут нагнать. Можно дать таким людям, которые играли еще полгода назад хотя бы, например. Вот можно взять таких людей в команду и дать им денег, и они могут заиграть. А те люди, которые играли два года назад, им будут это сделать тяжелее. Ну, в принципе, возможно, вот я как-то с чем-то согласен, а с чем-то вот просто вот... Как по мне, знаешь, вот грамотные игроки, вот в любом случае, неважно, он старик, не старик, вот грамотный игрок, он сможет всегда. Потому что, в любом случае, вот сейчас молодежь, да, вот как трудно молодым игрокам-то шпилить, потому что тут деды, которые играют по 10 лет в командах, да, тут ты играешь 3 года и пытаешься пробиться в прону, насколько сложно парням. Сложно, сложно. Вот я уверен, что тот же Клер, он, я уверен, хоть считается, вот хоть из молодых, там, да, ему и по возрасту не так уж и много, но я уверен, что он уже в Counter-Strike играет лет 7. Не знаю, сколько играет, это не зависит как бы от того, сколько ты играешь, то есть от того, как ты играешь. Если ты все время играешь в топовой команде, то это, конечно, есть резон. Если ты 7 лет гоняешь миксы, то извини меня. Не, ну, конечно, не, ну, есть процесс становления, да, в самом начале, вот там. Ну, конечно, есть. Мясо, там, вот-вот все должны пройти этот этап, там, на нюке, там, год побегать, там, на трейне год побегать, на нут уже почувствовать карту. Так, ну, подожди. Газ продолжает бороться, подожди. Да, газ продолжает бороться. Минус. Газ, 1 в 3 оставался, дал минус, выкинул куда-то свое оружие. Вот нашел себе ухо, наконец-то, другой девайс. Ну, он засейвит, потому что бомба очень далеко, ее держат пацаны. Ухо и нальчик. Да, ну, борется газ, но в любом случае это ему не поможет. 13-5 станет счет в матче. И, в принципе, тут до конца осталось не так уж и много. Так, дальше у нас, вот, я не знаю, все-таки обещал я зрителям посмотреть Escalade против Islanders. Но в это же время будет матч DTS Explosive. То есть XP сегодня попадают под раздачу. Сейчас на Kirchnet размялись. Ну, у них был единственный шанс выйти в лоуэнфинал. Это выиграть и у этих. Да, и у Kirchnet, и у... Ну, у DTS. Да. В последних двух турах такое вот счастье. Вот после игры с Mawery ожидает арену. У них тоже будет два матча с DTS, а потом сразу же с Explosive. Это тоже будет их единственный шанс зацепиться за выход. Кстати, вот DTS, если у них выигрывает матч, то все. Они себя, по-моему, уже обеспечивают выход на сто процентов. Поэтому вот, может быть, есть какой-то шанс там. Вот те команды, которые будут... Хотя нет, не думаю. DTS просто сделают то, что сделали Agaming в прошлом сезоне, не проиграв ни одной игры. Но они сыграли в нищу, по-моему, да, с вами. В прошлом году мы в Суперкубке не проиграли ни одной игры. Но вы в Суперкубке... В ЛКИ... В ЛКИ Украина, вот, в групповом этапе вы как раз, по-моему, в Kirchnet сыграли в СГ в ничью. Нет, я говорю, в прошлом году, когда играла команда Explosive, она не проиграла ни одной игры в Суперкубке в групповом этапе. Ага, да, да, да. Я вот жду, пока кто-нибудь побьет этот рекорд. Пока это могут сделать только Agaming. А DTS уже проиграли? Не знаю насчет DTS. По-моему, нет. По-моему, тоже нет, да? Да, 8 побед там у DTS в Суперкубке без поражений тоже. Вот, значит, вот DTS и Agaming единственная команда. Ну, в любом случае, LAN-финал показал, что там все решает именно LAN-финал. Потому что вот приехали фарзы в такой, в не самой лучшей форме, и просто поперло там пацанов очень. Фарзы приехали в отличной форме, по-моему, ты знаешь. Фарзы тоже в отборочном этапе вот Суперкубка, они проиграли только нам, в последнюю игру. И поэтому они тоже были в форме весь сезон. Ой-ой-ой, да. Смотри, как минусует. Я просто вот помню эти финалы сейчас. Давайте досмотрим, как сейчас еще один раунд возьмут Kirchnet. Сейчас убивают Ромчика. Счет в матче станет просто 15-5. И нам останется один раунд. Досмотреть здесь уже, конечно, все сразу как-то стало понятно. Не пошла игровой экспофф против Kirchnet на Нюке. Ну, вот Ромчика дал минус 1 на 1. Нет, Сеня убивает. 15-5 счет в игре и последний раунд. Да, так вот, по поводу прошлого сезона Суперкубка. Там Форс вот, казалось бы, проиграли полуфинал уже. Да, и Спорс проиграли первую карту. Проигрывали начало второй, там, половину. А потом что-то произошло. У них с нами было то же самое. Мы проиграли первую карту, выиграли трейн, чего от нас никто не ждал. И на третьей карте мы ввели 9-0. Не смогли собраться и выиграть ее. Команда с характером тоже. Да, и сегодня там уже побывал Ксенитрон. Ну, посмотрим насчет Ксенитрона в Форзах, вот тебя в Pro100, Клеров в Kirchnet. На меня в Pro100 вы не посмотрите. Смотрите разве что на Лиге. Да, на Лиге. Потом Дио в Virtus.pro еще так же. Вот-вот-вот. Вот Дио в Virtus.pro мне интересно. Они тоже едут на Game Gun, насколько я знаю. А, вот еще за кого будет поболеть. Да. Поэтому. Ну, там параллельно есть StarSeoul, Game Gun. Я не знаю, какие мы там будем игры смотреть. Не, ну, я думаю, что Game Gun, Virtus.pro DTS. Ну, и будем стараться на К-23 переключаться. Потому что из StarSeoul там будет идти сколько? Дня 4, наверное. Да, из StarSeoul долго будет идти, мы успеем, я думаю. Ну что, вот практически конец игры. Экспы, вот, тут, конечно же, ничего не получалось. Сейчас Саша Саинс остался против, остался четверых. Сейчас его убьют. Счет матчу станет 16-5. Ну, Саша может. Да, Саша может. Ну, вот нам с Ламочем интересна игра, вот, больше не следующая, а как, а Gaming Islanders. Да, Gaming Islanders. А с кем, какие там еще игры есть? Вот сейчас будет Islanders против Escalade. Вот сразу же после этого матча. DTS против Explosive параллельно. Ну, вот мы перенесли даже просто Escalade Force, поэтому будем по-любому смотреть Escalade Islanders. Я, наверное, сам прокомментирую, а потом просто тебя позову на последний матч. Ну, или как? Да, может быть. А как сыграли Force Escalade? Неизвестно еще, да? Вот сейчас попытаюсь узнать. Там еще идет матч Force Escalade, они там чуть-чуть позже начали, там просили 15 минуту задержку. Может быть, тоже посмотрим его. И матч параллельно идет. Ну, просто не сначала, он там вот-вот доигрываться будет, просто матч. А, ну тогда да. Ладненько. Ну, если я буду тут, то я, конечно, покомментирую. С тобой игрой гейминг. Да, вот это было бы очень интересно. Давай. Так, хорошо. Все? Да, небольшая пауза. 5 минут, 5-10 минут. Ты взрослый.